Обзор относительно дорогого, но не так что прозорится, двухклавишного выключателя, на стену, не требующего подключения к сети или батарее. Два комплектных приемника монтируются на светильнике, тут все как обычно. Расчлененка, буковки на микросхемах срисованы. Провода освещения у меня дома проложены в панелях еще на заводе. В результате у меня на люстру идет только пара проводов. А хочется регулировать яркость света. Причем еще сильнее хочется, чтобы выключатель внешне выглядел прилично. Так что, в том числе и для удовлетворения любопытства, я подобрал и частично заказал несколько разных вариантов, от пары диодов, чтобы оценить работу лампы на полупериодах, до обозреваемого экземпляра, который и пришел первым. Обзор этот у меня тоже первый, так что был бы благодарен за советы и поправки принятым на этом уважаемом ресурсе образом. Товар куплен на свои, никаких скидок от продавца не получал. Предупреждаю справедливую критику. Когда делал ремонт, сознательно решил не долбить потолки и не вытаскивать алюминий. Заменил на медь только силовую часть проводки, а освещение перевел на светодиоды и поставил автомат на 6ей с времятоковый характеристикой B. Суммарная мощность всех ламп дома менее 200 ВТ, реально горит хорошо, если наполовину. Так что уповаю на то, что токи в доле ампера и штатный алюминий переживет. Упаковка. Упакован товар на твердую пятерку. Стандартная коробка из микрогофорокартона, обернута в пузырчатую пленку, поверх которой сплошная обмотка скотчем, все это в стандартном полиэтиленовом пакете. Почте России доверяю мало, так что посылку вскрыл еще в отделении и там же выкинул все лишнее. Внутри коробки товар в поролоновых гнездах, каждая часть отдельно чем-то замотана. Винты в пакетике, пакетик во вспененной пленке, сверху скотч, в общем Кощей со своей иголкой нервно курит. Но всю лишнюю упаковку тоже фотографировать не стал. Батарейка АА на картинках дана исключительно для масштаба и не имеет никакого отношения к товару. Внешний вид. Пластик выглядит МХО прилично, матовый. Штангенциркуль у меня советский, без ЖК экрана, так что габариты текстом. Совпадает с описанием. Обозначение фазы и нейтрали на корпусе приемника и на плате не совпадают, СМ ниже расчлененку. Мануал, выключатель, 86 на 86, толщина по верхней кромке рамки 12, толщина вместе с клавишей по верхней ее точки 17. Приемник D5366, основной блок, габарит, шоссе 41 в 27. Спецификации, как указано у продавца и подзвездочка мои комментарии. Бранднейм, Огрина Айтем Тайп, свитч с ремонт дистанц, 70 метров, звездочка в условиях панельного дома пробил две стены уверенно, через три стены срабатывал через два раза на третий. Варанти, 1-year certification, C, Rouges FA, no cabling and no battery model number, S6500, звездочка есть модель с одной клавишей, называется S6000. И, вроде бы, есть кнопка звонка по тому же принципу, switch type, remote control on service life, over 10 years. The button can be pressed over 100 000 times, 10 лет срок службы, 100 000 нажатий, power supply, AC 110-135, receiver, or AC 180-265, receiver, please tell the seller about the power supply, звездочка, то есть при заказе надо указать, что приемники нужны на напряжение 180-260, темпа АЧ, минус 10-45 дегрей, Receive, 40-45 дегрей, push button, звездочка, то есть рабочая температура, 10-45 для приемника и 40-45 для выключателя, transmitter power consumption, less than 750 MW, звездочка выглядит странно, такая источником питания является нажимающий клавишу палец пользователя, и как его измеряли. Вот и пруф трансмита, звездочка, но водонепроницаемый, это явная чушь. Я бы на глаз оценил исполнение выключателя как IP30 и приемника как IP20. Но очевидно, в том смысле, что выключатель безопасно ставить в ванную комнату или на улицу. Даже если выключатель зальет водой, током 100% никого не ударит и в самом худшем случае пострадает только выключатель. Working Frequency, 433 MW, звездочка не проверял, есть мысль попытаться получить 433 MW, брелок, Dimensions, 66 умножить на 41 умножить на 27 мм, Receiver, 86 умножить на 86 умножить на 17 мм. Трансмита, Weight, 35G, Receiver, 58G, Трансмита, звездочка, приемник у меня вышел 36 года, а вот выключатель 74. Очевидно, продавец скопипастил вес от одноклавишной модели. А Динамо машинка у нас не одна, а две, Lod Power, 1000W, звездочка, вот это явные мечты. Больше 100 VT коммутировать побоялся бы, но и столько не собираюсь. Штандарт Покаджора Сейвер, звездочка 2, Трансмита, звездочка 1, Адхиссив Пэт, звездочка 1, Юзамэньюал, звездочка 1, Скрус, звездочка 2, Магнетик Натсэнт Скрус, звездочка 4, звездочка в реальности приемника 2, Выключатель 1, Самоклеящихся площадки не одна, а два, Мануал, одна ЧБ-страничка на английском мелким шрифтом, с картинками, Два винта, 4 пары магнитных гаек с винтами к ним. Доставка заказ сделан в 15 часов 56 минут 9 июня 2017, товар получен 26 июня. Алиэкспресс Штандарт Шиппинг. Что-то больно быстро, обычно у меня по 2 месяца ждать приходится. Принцип действия судя по картинкам и расчлененке ниже, при нажатии на клавишу внутри катушки приходит в движение магнитный сердечник и наводит в ней импульс тока. Этой энергии хватает схемя, чтобы сгенерировать и послать сигнал на частоте 433 МГц. Выключатель у меня на 2 клавиши, так что 2 динамо машинки, 2 схемы с разными параметрами сигнала. Приемники обычные, испытания, прежде чем устанавливать в люстру, собрал высокотехнологичный испытательный стенд из сетевого шнура от старой микроволновки и патрона с 13ВТ лампочкой Икея. Работает. На приемнике при подаче питания проглядывает через корпус синий светодиод. При срабатывании можно услышать щелчок реле в приемнике. Разместил приемник в дальней комнате, утащил выключатель за две стенки, поставил детей наблюдать и кричать о загорании лампы, работает. Ушел в противоположный конец квартиры, за три стенки, работает неуверенно, через раз. Думаю, это оптимально. Если вдруг у соседей появится такой же, можно будет слегка экранировать приемник фольгой. Отключаем питание приемника. При последующей подаче питания нагрузка всегда отключена, независимо от положения клавиши выключателя, что годится. Следующий щелчок клавишей, независимо от ее положения, нагрузку включает. Но это также означает, что положение клавиши никакой информации не несет. Понять по нему включена нагрузка или выключена, нельзя. Внутренний мир микроскопа с захватом картинки у меня нет, обхожусь оптическим, так что маркировки текстом, где разглядел. Выключатель две половинки идентичны с точностью до параметров сигнала. При нажатии клавиши передает движение на черную пластиковую рычажную конструкцию, а она приводит в движение ротор динамо машинки. Мне кажется вращает его, но не поручусь, может и толкает взад и вперед. Конструкция рассчитана и сделана достойно. Например, нажать пальцем можно, но второй раз чтобы нажать придется нажатая чуть приподнимать. А клавишей работает так как надо. Если смотреть на нижнюю плату слева направо, и сверху вниз, черная пипка с маркировкой 220-го, катушка индуктивности, черная трехногая, маркировка W1PH, похоже, транзистор, ниже желтая, маркировка 107-го J41-114, не знаю что, Камрад Ксиман, конденсатор танталовый 100 МКФ. Металлический корпус, маркировка SEC5F26, 00N, похоже, кварц. Микросхема, маркировка 50-го 509-723-634-IQ0030, не нагуглил. Приемник, внутренности корпуса и навесные элементы. Плата садится на четыре штырька по углам и прижимается стержнем из второй части корпуса. Половинки фиксируются защелками, легко переживающими многократную разборку-сборку. Кнопка аккуратно выведена наружу, при разборке толкатель кнопки не вываливается, держится на крышке. Сделано по-людски. На электролите маркировка 470-го UF25-5610-х, 40-плюс-1050-CH. Рядом торчком резистор, кольца декодировать поленился. На коричневом конденсаторе надписи надежно спрятались за другие детали. На синих, в аристерах, тоже. На черном реле видна грозная надпись Huonkang-12-5600, следующие строки, с моделью, не разглядеть. Так что понять, скольким реальным соответствуют тысячи китайских ватт не удалось. Вторая сторона. Видно, что высоковольтная сторона отделена от низковольтной прорезями. На высоковольтной части обозначены лин-нин правее лаут-наут. А если взглянуть на корпус, то на нем порядок на входе другой, нин-нин, затем лаут-наут. Надеюсь, более понимающие товарищи подскажут, глядя на схему, что есть правильно. А то придется мне с неонкой тыкаться. На низковольтной части черной слева, маркировка М65, вылитый диодный мост. Хотя я не настоящий сварщик, могу и наврать. Не судите строго, черная крупная деталь о двух контактах правее, маркировка тысячного 7, возможно, диод. Под ним на плате проглядывает обозначение, похожее на диодное. Красный бочоночек ниже, не знаю, хотя под ним что-то тоже диодоподобное можно увидеть. Красная кнопка рядом с антенной согласно инструкции, для спаривания приемника с передатчиком. Но с завода они уже спарены, так что на специальный случай. Более крупная микросхема, маркировка, И-4 в кружочке, 78674, а восьмых секунд 003F3P6, FL644UI, STM-8 микроконтроллер. Металлический корпус, маркировка SEC5F26, 00N, тот же, что на выключателя, кварц. Меньшая микросхема, маркировка 210-го AA400, 1-628-я. Впечатление товар соответствовал моим ожиданиям и не разочаровал, конечно, при наличии примерных аналогов, с батарейкой, да за вчетверо меньшие деньги, цена могла бы быть и пониже. Но ее никто и не скрывал, да и, положа руку на карман, два тыр за предмет, который годы перед глазами будет не те деньги, чтобы париться. Причем не скажу, что отсутствие батарейки уж настолько необходимый для меня функционал. Главное, меня устроил внешний вид. Нажимается клавиша с несколько большим усилием, чем обычный выключатель. Но усилие комфортное, приятное, напоминает, как у хорошей клавиатуры. И срабатывание у меня не отличалось от того, как именно жмешь, дал испытывать дочери трех лет. У нее тоже проблем не возникло. Срабатывание 100%. По поводу сенсорных выключателей. Кому как, а мне они просто не нравятся. Wi-Fi санов со стеклянной поверхностью мне присылали бесплатно, чтоб в своем блоге описал. Описал, все работает, но не радует. Хочется, чтоб выключатель клацал. Этот устроил. Если цена не вызывает отвращения, им хо можно брать. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!